Латунь Латунь – это распространенный сплав на основе меди, в состав которого входят цинк и другие компоненты. Благодаря яркому золотистому окрасу и износостойкости данный металл применяют при производстве деталей машин и механизмов, судостроении, кабельной продукции и многого другого. После завершения срока службы все эти изделия поступают на перерабатывающий завод, где им дают вторую жизнь. На территории предприятия находятся целые горы из различных металлов. А в этой пестрой массе можно встретить детали самолетов, ракетные пусковые установки, самовары, музыкальные инструменты и прочее. В сортировочном цеху необходимое количество лома разделяют по видам металла, из которого он изготовлен. Для удобства его дальнейшей переработки объемные изделия прессуют, а провода отправляют на линию по разделке проводников тока, где медь измельчается и отделяется от изоляции. Далее она по конвейеру проходит несколько дробилок, в результате чего крупные части разделяются на более мелкие, а мусор отделяется магнитом и удаляется. Затем медные крупицы проходят через сепараторы. В них расположены специальные столы, через которые снизу подается сжатый воздух. В результате более легкие частицы изоляции попадают в вытяжку, а тяжелые медные ссыпаются вниз на вибростол. Благодаря интенсивному движению мельчайшие крупицы проходят через сито, а крупные по шнекам подаются на следующий сепарационный стол, где происходит окончательное отделение меди от перемесей и мусора. В итоге отсортированные по фракциям крупные, средние и мельчайшие крупицы меди попадают в упаковочные мешки. Именно в такой таре завод реализует металл другим предприятиям для последующей переработки. Часть меди поступает в следующий цех для изготовления латуни, где ее расплавляют в специальной печи. Затем при достижении определенной температуры добавляется цинк. В составе латуни содержится около 60% меди и 40% цинка. Когда процесс расплавки завершен, рабочий обязательно берет пробы. Если показатели соответствуют нормам, то раскаленную латунь переливают в предварительно подогретый до 600 градусов по Цельсию ковш. Данную емкость с помощью подъемного крана перемещают и устанавливают в разливочный конвейер. На нем специальные формы наполняют жидким металлом, который застывает за время движения по конвейеру. В результате получаются латунные чушки, которым перед окончательной упаковкой дают остыть. Затем изделие маркируют специальными обозначениями, утвержденными для конкретного сплава. После этого блестящие заготовки реализуются другим предприятием, которые в своих печах их вновь плавят и отливают уже необходимые детали. Редактор субтитров А.Семкин